Ну что, всем привет! Мы сегодня с новым выпуском Книжного клуба, и мы решили не строить долгоиграющих стратегий и каких-то всемирно-наполеоновских планов по завоеванию ютубного пространства, и решили записывать наши ролики на том языке, на котором мы читаем книгу. Все очень просто. Поэтому у нас будет постоянная синусоида с, может быть, какими-то большими провалами либо взлетами в английский и в русский язык. В общем, это все к тому, что сегодня мы таки разговариваем на русском языке о книжке, которая в исключительном порядке, мне кажется, недавно вошла в шорт-лист международной Букерской премии. Замечательная писательница, поэта Мария Степанова «Память-память», романс. Петя? Вот солнечный привет из Берлина. Я очень рада, что мы собрались сегодня, что у нас будет снова и книжный кубик, книжный мост в Берлине-Хельсинке, как мы это любим и любим делать. И у нас есть хороший опыт уже. И мы как раз сезон такой более расслабленный, более легкий. Как раз мы выбрали такую книжку, которая не является ни легкой, ни расслабленной, но очень глубокой, очень интересной и очень, даже не знаю, вдохновляющей. Но я не знаю, Анна, как у тебя, но я читала книжку, и у меня было такое ощущение, как будто эта книжка написала, Мария Степанова написала эту книжку для меня. Были такие очень интересные моменты, мы спорить, конечно, не будем, но я очень рада, что мы сегодня будем обсуждать памяти-памяти. И да, вот, начинаем. Да, на самом деле, мне, конечно, не хочется сравнивать наши тут обсуждения, наши такие вечерочки по чтению книг и попиванию. Но сегодня у меня, кстати, вода. Ну, вот Апероль, да, из Берлина нас приветствует. Не хочется сравнивать это с титаническим путем и работой Марии Степановой, особенно в этой книге. Но мне очень кажется схожим вступление ее, когда она говорит про свою же книгу, что она писалась долгими годами, и вообще она сама не знала, как подступиться к рассказу об истории своей семьи. Вот так же и я сегодня, когда как-то мысленно собиралась на запись этого нашего книжного клуба, я до сих пор не знаю, как подступиться к обсуждению этой книги. Потому что эмоций о прочитанном очень много, но очень много сумбурности, очень много вопросов к себе, которые возникают после прочтения этой книги, очень много каких-то открытых, новых, также бодных о судьбе страны, мира, целого века, а может быть и самой себя, которые еще только стоит, наверное, нужно раскрывать и дальше как-то проверять и прочувствовать. Поэтому мне кажется, что это будет тотальная импровизация сегодня. Поэтому все, кто с нами, thank you very much, danke, kitos и ahoy, потому что что из этого выйдет, я не знаю. Но давай все-таки начнем с какого-то такого предисловия, рассказа, кто такая Мария Степанова, почему мы выбрали книгу и о чем она. Мария Степанова родилась в начале 70-х годов в Москве. Да, в 72-м году. Да, и она является очень интересной российской писательницей. Очень интересно в книжке, что она... Это вообще это такое путешествие по миру, по Европе, путешествие в прошлое, в настоящее и, конечно же, и в будущее. А на самом деле Мария Степанова, насколько я читала, насколько я знаю, провела свою жизнь на самом деле в России. Она работает, живет в Москве. Но у нее такой взгляд на мир, на жизнь и на прошлое, что это вообще... Да, сногсшибательно. Это очень-очень интересно. И книжка является дверь к истории ее семьи, дверь к всем превратностям 20 века с самого начала, с революции 1905 года. И то, что очень интересно о семье, она рассматривает все эти очень важные исторические события. И она говорит, что ее родные, они не являются... На самом деле, с моей точки зрения, они являются главными героями этих событий. Она это рассматривает как... издалека и с этой стороны, что она, я не знаю, не дает этим героям такого колоссального значения, такого... Может быть, другие авторы это по-другому сделали бы. Поставили бы свои герои, неважно, родные или нет, в центр. Она этого не делает. Это очень интересно. И я не знаю, как... Что ты ощущала, какое-то твоё было ощущение по этому поводу. Вот это очень интересный аспект. Спасибо, что ты затронула это. Потому что, действительно, с этого, наверное, стоит начать. Потому что, ну, большая часть действия книги происходит в 20 веке. 20 век вообще был весен в создании сверхчеловека. Это та идея, которую вообще как Абайсберг, да, споткнулся буквально с моим Патитамик, как и 20 век вообще споткнулся об эту свою идею. И поэтому, в общем-то, и развалился к концу своему. Так вот, здесь идёт рассказ от человека, который взращен в этой идее, в идее о сверхчеловеке. И так как в её семье практически нет погибших людей от режима, вдруг почему-то думается и Мария Степанова, и как бы нам, всему обществу, что те, кто выжили, они выжили нечестно. И этого как будто бы даже надо стыдиться. Если они выжили, значит, они где-то прятались. Значит, они не были на передовых, не были на баррикадах, они не носили белое пальто и не кричали на каждом углу о справедливости, о том, как надо, да. Они где-то там высиживали. И мне кажется, Мария Степанова в этом плане делает очень классную вещь. Она с этого начинает. Она вообще говорит, вот я так считала. Но мы на самом деле не знаем, так ли она считает в конце этой книги. И мне кажется, совершенно не так, потому что мы увидим замечательную прабабку Сару Гинсбург, отучившуюся во Франции, куда её сослали, чтобы миновать Сибирь, лагерь. И других родственников, которые прошли войну, которые прошли Холокост, которые прошли много вообще жутчайших и нечеловеческих условий и выжили. И в этом есть тоже геройство. И геройство есть также жить свою жизнь сегодня ради семьи, ради детей и выживать. Это же тоже прекрасно. В общем, для меня это тоже явилось каким-то таким открытием. Я об этом никогда не думала, о том, что мы можем так воспринимать историю какой-то семьи, а вот они выжили, ну, значит, в общем-то, они не герои, не были они на передовых истории. Да, это очень интересно. По этому поводу у меня первый пункт такой. Я выбрала одну очень классную цитату. Кстати, я очень много делала всяких заметок, когда я читала книжку. Это всё нужно написать себе на лоб просто. И я выбрала эту цитату можно было бы понадобиться служить их всех этих вещей мертвого Асириса, коллективное тело семьи, которое больше нет дома. Все эти отрывки, воспоминания и обломки старого мира, безусловно, составляют какое-то целое, наделанное специального рода единством. Вот этот Асирис, вот этот самый сверхчеловек, вот это всё целое, которое собрала, которое собрала Мария Степанова. И это вообще такое же, такое же чудо, как чудо, которое совершила Езида, собирая Асириса и возвращая его к жизни. Это во-первых, а во-вторых, то, что ты сказала про семью, как она это думала, а это получилось вот не так, и мы все убедились, что это не так, что её семья, на самом деле, её родные были на передовой. Это меня напоминает немножко это риторический инструмент Шекспира в пьесе Юлия Цезаря. И дело идёт в том, что Брут тогда говорит, или нет, Марк Гаврелий тогда говорит, for Brutus is an honorable man. И он это повторяет, повторяет, пока все убедятся, что Брут он не самый честный человек, он на самом деле убийца, и так все налаживается, и все вообще сторонники Брута осознают, в чём дело. На самом деле, это очень интересный риторический такой похваст, риторический инструмент, ну так просто вестись с собой, или взять с собой зрителя, и смотрители, показать ему на самом деле, как история ведётся, это было очень-очень интересно. Да, да, действительно. И я ещё на самом деле заметила, но это уже там, мне кажется, нам, наверное, более интересно, чем кому-то, может быть, кто будет смотреть этот выпуск или присматриваться к этой книжке, но мы до этого читали Ольгу Токарчук «Полёты», затем мы читали Георгия Господинова «Физика печали», да, и есть здесь тоже идея именно Тавра «Лабиринты», естественно, при том, что, кстати, одна из любимых книг Марии Степановой, в том числе «Мифы древней Греции», и это всё очень интересно и взаимосвязано, но про то, что мы обсуждали у Ольги Токарчук именно в «Полётах», вот об этой идее, о том, когда мы видим, допустим, плоды зародыш, детёнышей человеческих в пробирках, либо там в этих, в общем, кунсткамерах в «Кабинетах чудес», насколько это этично вообще. Мы не задумываемся о том, что мы вдруг забрали у этих людей, пусть даже у зародышей, право на бессмертие или, наоборот, подарили им право на бессмертие, потому что они и не погребены вроде бы. Вот тут интересная тема, которую поднимает Мария с памятью о том, когда мы вдруг начинаем оживлять умерших и вообще говорить о мёртвых, насколько мы имеем право на это. И вот это для меня тоже явилось одним из основных открытий, я никогда об этом не задумывалась. Да ладно даже, ну не то, что ладно, но что уж говорить о мёртвых, когда Мария приводит этот случай с отцом своим, и когда она говорит о том, что она читала эти письма отца про то, как вообще строились все эти прекрасные бамы и небамы в советское время, и каким ребячеством, какой силой, каким авантюризмом дышат его письма, и она хотела включить эти письма, чтобы показать дух времени, но папа ей жёстко запретил, хотя она не ожидала такого поворота. Почему? Потому что одно письмо, даже серия писем не может передать реальность, так и мы не можем, наверное, вдруг вспомнить о своих родственниках или об истории семьи по каким-то фотографиям, по этим частям, из которых складывается Осирис. Но это интересно, она знает, что её эксперименты, причём на провал, что она никогда не опишет историю семьи и не найдёт её такой, какой она действительно была. Но она отважилась на этот эксперимент, и мы просто наблюдаем за процессом, в этом даже нет, мы не видим окончательного результата, мы видим только одну фотографию, и то не совсем понятно, кто там, откуда она, и почему она вдруг, эта фотография. И это очень интересно, особенно, если также проводить параллель с нашим миром, как мы пытаемся запечатлеть каждый момент в своей жизни, каждое селфи, каждый день, насколько это далеко от реальности, и насколько через 20-30 лет это вообще ничего не расскажет о нас и о том, как мы жили на самом деле. есть такой очень интересный момент, потому что, как ты говорила, это не финалите нету, нету никакой телеологии, это двигается так, ну, с одной стороны, у нее есть такой нерифмический путь к историю семьи, с другой стороны, у нее есть вторая такая линия, которую она строит, подстраивает, и эта линия, это все рифмует. С одной стороны, это отрифки, с другой стороны, все рифмует, и это две разные такие линии повествования, и они встречаются. Они идут так параллельно, и потом все, ну, на самом деле, нет, даже они не встречаются, они просто идут параллельно, да, и потом это заканчивается, нет, даже не буду говорить, как это заканчивается, но это очень интересно, очень, да, да, сложно, сложно, но очень интересно, и очень, очень глубоко все заходит. А тебе не все рифмует, вообще это поэтому называется книга память памяти точка романс, вот, романс для меня сначала, поначалу, когда я только там прочитала среди 20-30, я вообще не понимала, что, что, почему, да, наверное, еще на середине книги, и только там, где-то в конце я начала вводить вообще вот этот общий знаменатель, почему романс, как тебе кажется, почему? романс, все рифмует, романс, есть такой рифм, мелодия, да, мелодия, которая, конечно же, есть такие мелодии, есть такие музыкальные произведения, ронду, и так далее, которые возвращаются к началу, но романс, это все рифм, а такая открытие, мелодия. Ну да, но вот мне кажется, что на самом деле романс же, он может быть без припева, да, у него могут быть просто ряд куплетов, романс, это может быть поэмом положено на музыку, опять же, все рифмоет, цветаево, но еще мне показалось, ведь книжка начинается с истории тети Гали, которая вообще всю жизнь пела, ее несбывшейся мечтой было стать певицей, и в конце мы видим рассказ о другой певице Сини, которой теть Галя сильно завидовала, ужасно вообще переживала и чуть ли не попала там в места недалекие, да, из-за этого, но мне кажется, что вот эта идея музыки и вот этой песни, жизни, да, положенной вдруг на что-то, вот это какой-то такой связующей нитью проходит через книгу. Да, да, на самом деле, да. Мы с тобой говорили уже о том, что читать было тяжело, да, почему именно тяжело, какие вообще впечатления? Ну, потому что, еще раз, как Линя, ты сказала, нельзя сравнивать книг, которые мы читали, но как-то они тоже рифмуют, но если Токарчук, это был какой-то пазм такой, и Господина была, книга Господина была лабиринт, а вот у Степанова это была игра маджонг, потому что это были маленькие кусочки, маленькие отрывки памяти, и она мастер маджонга, она это очень интересно, очень классно все на самом деле играла эту игру и комбинировала эти отрывки, но эта игра вот для мастеров это очень это сложно там не только то, с другой стороны, да, это игра, но эта игра мне кажется на жизни и смерти, потому что это ее ответственность, это ее семья, она много лет ждала, много лет добиралась эту энергию, чтобы написать эту книгу, и это все, ну, мне кажется, мы должны это почувствовать, когда мы читаем. У нее самой есть пассаж про маджонг, о том, что на даче у бабушки лежала давно забытая игра маджонг, и кубики никак не складывались, никак не найти было всю пару к одному, к одной картинке, да, и к другой, и тут так же, ты иногда только начинаешь нащупывать, вот я нашла этот самый кубик, ну, где же пара к нему вроде бы, да, где-то, где-то складывается, где-то нет, это, конечно, филигранно, мне было тяжело, ну, не только потому, что очень много этих кубиков, и порой теряешься в них, тут и история, да, Мандельштама, Мандельштама, и его вообще спора света фундаментального, тут и Франческа Соломона, которая вообще ничего, нет, Франческа Вудман и Шарлотта Соломон, да, потом канадский художник Gold Chain, если я не ошибаюсь, который воспроизвел всю историю своей семьи на фотографии, исполняя роли на этой фотографии сам, все роли своей семьи, потом Корнелл с его коробками-секретиками, то есть много всего, и это вроде бы тебе расширяет твои границы вообще какого-то там познания мира, не знаю, даже какого-то там, не знаю, просто знаний твоих, но очень сложно все это потом возвращаться и вплести в реальную историю реальной семьи вот одной из, что там летает, что там. Это в целом тяжелая история, да, тяжелая история еврейской семьи практически во всех поколениях в 20 веке тут как бы вроде бы нечего и воду глядеть, и так понятно в принципе понятен весь трагизм, да, а может быть и не понятен, слава богу, нам уже, но некоторые моменты, на которые она приоткрывает занавес, я даже не знаю, она это делает естественно специально и могла бы не, но допустим на некоторые там истории неверности одного из членов своей семьи, да, к жене, к ее, к своей бабушке, как бы, она рассказывает про это, она могла бы этого не делать, или даже где-то намекая, мне кажется, через историю Франчески Соломон, которая терпела, собственно, насилие в семье от дедушки, да, она как будто бы намекает на что-то подобное в своей тоже семье, вот, и мне кажется, в этом, конечно, есть какие-то такие, это филигранная все равно, опять же, работа, и в своей такой бескомпромиссности, с которой вообще Степанова отваживается вдруг рассматривать под лупой историю своей семьи, до этих мельчайших как бы личных историй, это поражает и немножко так вдруг тебя дух захватывает, в общем-то, да, это очень интересно, это снова опять же связано с ответственностью, она, это такой большой груз на ее плечах, и это очень интересно, весь процесс, как она к этому идет, как она вообще собирает эти все отрывки из Берлина, из Вюртбурга, и она вообще нас собирает, ну, не только в рамках 20 века, она не остается только в рамках 20 века, она вообще идет дальше, уходит в прошлое, чтобы найти эти доказательства своей теории, что все рифмует, она ищет эти доказательства еще у великой картины Давида и Давида Галиата, и она показывает, что эти все конфликты тоже в семье, что на самом деле их нет, конфликтов нет, все рифмует, на самом деле Давид и Галиат как самые эти, вообще они являются синонимами смертных врагов, они рифмуют, они вообще это их лица одинаковые, их лица являются зеркальными образами, все, что она описывает, все, что является такие детали, являются деталями страшными, от которых вообще не только ей больно, тем нам, когда читаем, больно, это все как-то на самом деле не важно, это все в истории, это все 20 век, история семьи, эти маленькие-маленькие кусочки отрывки его целого, целого мира, вообще истории, нашей истории, истории человечества, что на самом деле все конфликты, они исчезают, это все мелодия, это все рифм. Согласна, да, и про этот же именно спор Мангельштама и Цветаева она приводит, этот фундаментальный спор вообще о принятии нового времени и непринятии его, то есть они же такие очень характерные персонажи, которые прошли через ужасы вообще века, начала века, и один стоял на одном берегу, другая стояла на другом берегу, и никто не хотел сделать шаг навстречу, и они не принимали категорические позиции другого, и что в итоге? Лежат две могилы по разным сторонам кладбища, и пыль, да, повелевает ими, как говорит сама Степанова в книжке. Действительно, по истечении времени вообще рассуждать, кто прав, кто виноват, это дело очень неблагодарное. Коллективная память, все, что она рассматривает, все эти произведения искусства, все эти картины, все эти выставки, это все, она все вкладывает в свою историю. Это коллективная память, это память 20 века, это память 20 века, и, соответственно, это память ее семьи. Это очень интересный такой подход, это очень смелый такой довольно подход, но это очень интересно. И даже она не рассматривает историю семьи как-то на фоне этих всех развитий в сфере искусств, в сфере политики. Это все как-то целое. Это даже у меня такое ощущение, что даже не то, что ее семья впереди все на фоне. Это все неразрывное тема. Это правда, и так оно вроде бы есть по прошествии времени, но мне кажется, тут очень сильное влияние влияние самой Степановой звучит, потому что она хочет, чтобы ее родные вплетались в историю неразрывно. Она хочет, чтобы ее бабушка Сара Гинсбург ходила по Парижу, где, возможно, также в это время бродила Ахматова и сидела с модельянием на скамейке в парке, или там Мандельштам проходил по улицам. Ей этого хочется, и мне кажется, что где-то она это и транслирует нам, но в целом, конечно, когда ты оглядываешься, особенно на век целый, то кажется, что невозможно отделить историю любой семьи вообще от всего, что произошло в целом, это нереально. Но мне также еще очень понравился вот этот такой короткий пассаж анекдотичный, когда она приходит в библиотеку и спрашивает какие-то там отхивные записи о ком членов своей семьи, я уже не помню в каком городе библиотека, и ее спрашивает библиотека о том, чем вы занимаетесь. А, вы, наверное, одна из тех, которая снова будет писать историю своей семьи, и Степанова так ухмыляет, говорит, ну да, я еще одна из тех. А в итоге Международная Букеровская премия. Так что... Интересная история, то, что она ее роман называют таким большим российским романом. Это вообще это важно всего этого и то, что есть очень много моментов в истории, ну, в европейской, это не только в России, которые пока являются спорными, по которым нет никакого понимания, нет такой один повестки, скажем так. И поэтому это очень важно. И то, что говорят, да, вы из этих, которые, да, из этих многих, которые пишут историю свои семьи, это очень, это нужно, это важно, потому что все эти отрывки, они же складываются в одно тело, и, да, это не на, даже не для нас, не для настоящей, а для будущей, это очень важно. То есть, поэтому, да, тебе кажется, что роман настолько высоко сейчас оценен, да, это главный роман российской, главная книга российской литературной сцены, по крайней мере, 20-го года, дальше посмотрим. То есть, тебе кажется, что именно по этой причине, да, потому что там долгий шлейф у него. Да, долгий путь такой, и на самом деле я недавно слышала эту эту фразу опять как-то, что в России за сто лет все поменялось, нет, наоборот, нет, за 20 лет все поменялось, а за сто лет все осталось как и было. Поэтому это очень интересно, это вообще эти обороты, это очень интересно зафиксировать, и это Мария Степанова очень интересно сделала. Да, ну вот, есть разные обложки у книги, я, допустим, ну, мне кажется, мы одну и ту же читали, электронную, там фарфоровый мальчик изображен, маленький шарлотт. нет ли мальчик? Что? Ангелочек или мальчик? Мне кажется, мальчик, да, их дальше называли, это те самые шарлотты, про которые она рассказывает. Я думала, что он ангелочек. Ну, хорошо, твоя интерпретация будет ангелочком. Вот мы поэтому сегодня в белом просто, чтобы тебе было приятно. Ну, в общем, я просто поделюсь своим наблюдением, мне кажется, что на обложку вынесен этот маленький фарфоровый мальчик, о которых рассказывает Степанова в книжке, говорит, что их позже называли шарлоттами. Это те самые маленькие фигурки, которые использовали вообще, оказывается, для амортизации грузов в конце 19 века, в начале 20-го. Ну да, в конце 19-го. И, в общем-то, никакой ценности они не имели. И поэтому, потому что они служили вот такой целью, очень многие из них с отломанными ногами, руками, какими-то, в общем, частями тела и полувыжившие такие, дошедшие до нас в небольших количествах. Их еще можно найти на каких-то там секонд-хендах, ярмарках и так далее. Мне кажется, что это, конечно, аллегория, во-первых, к памяти и к воспоминаниям. У нас никогда не будет полная картина, это будут всегда какие-то отломанные вообще полуживые фигурки. И к тому же они не живые, они фарфоровые, да, и вот эта тема про оживление мертвых, что она вообще невозможна. Ты даже, если ты смотришь на фотографии или читаешь какие-то дневники или письма, это все равно будет очень застывшее изображение человека, вот как те фарфоровые мальчики, собственно. Да, я согласна, с одной стороны, Осириса из этих фарфоровых мальчиков не заберешь. Но с другой стороны, у них очень важное задание амортизировать грузов, и это же задача, это задание века. И это является заданием семьи, это задание памяти семьи, они же перенесли все этот груз и то, что Мария Степанова делает, она амортизировала, перенесла груз 20 века с помощью этих маленьких обломков и отрывков. Поэтому эти фарфоровые мальчики, они же и на самом деле ее семья, ее родные, они же являются фарфоровыми мальчиками. Они же перенесли все этот груз, они как-то выжили с какими-то затломанными ногами и руками, но они выжили так, чтобы она родилась, чтобы она это все письмо. Поэтому мне кажется, это гениальная аллегория, гениальная метафора. Да, шокол. Да, даже так, мне кажется, что поэтому вот эта искаженность 20 века, когда опять-таки мы постоянно говорим о сверхчеловеке, об идее сверхчеловека, и мы увидим эти гигантские ужасающие фигуры, их несколько, и мы все их знаем по именам, и каких-то также еще геройствующих, может быть, людей или фигур исторических, и мы совершенно забываем, что вот эти маленькие люди, которые погибали в лагерях, в концлагерях, в войнах, в революциях, просто ходили по улицам этих городов, которые то захватывали, то освобождали, то передавали, то отдавали, мы забываем, что они вот именно амортизировали груз истории, и на самом деле они не менее важны, это нам сначала такая, что как и Степановы, что ну мои родные собственно вот выжили в этом веке, значит они не герои, нет, они те самые герои, и их так задешево продают сейчас на ярмарках и в секонд-хендах, а их нужно скупать как произведение искусства на самом деле, как произведение искусства и как вообще символ памяти, да, это очень интересно, а еще история семьи из Украины, из Херсона, то, что у нее были родные, которые были вообще, ну скажем так, с начала 20 века капиталистами, такие богатые люди, способными, и на самом деле они тоже попали под колес истории и смену режимов, это тоже очень интересно, наверное, нам всем нужно посмотреть, как эти все разные пути нашего родословного дерева, к чему это идет и какие у нас из-за этого накладки, да, как у нас все складывалось, какие у нас интересные разные разные пути, разные травмы, разные травли, разные вдохновения, и мы это все это все это все является частью нашей жизни, и это большая ответственность вообще осмелиться этого искать, а более того так книжку написать, это вообще другой уровень. да, мне еще кажется, тоже одна из таких аллегорий про книжку саму, я не знаю, вообще делали ли вы это в детстве своем в Болгарии, но я очень хорошо помню, что еще в Петербурге в 90-х собственно в колыбели преступности и мафиозности мы тоже закапывали секретики в землю, значит, правда, мы не коробки какие-то там в общем создавали, а какую-то фольгу, какой-то браслетик, который нравился, в общем, какие-то записки там, в бутылку что-то мы там тоже засовывали, все это закапывали, и мы пытались помнить, где это было, чтобы потом, конечно же, через 20 лет присед копать, никто, видимо, этим сейчас не занимается, не знаю, может быть, всем привет, кто-то закладочки делает в Питере, но, в общем, и книга тоже об этом, мне кажется, вот, если бы меня спросили, что в ней искать, каких-то больших открытий, таких вот нирваны, спосланные писателем, писателем, там, большой лекции Толстого, или почему вдруг книга стала таким большим событием российской литературной сцены, мне кажется, там можно найти вот эти громкие симфонии, но лучше всего искать эти секретики, это интереснее всего, они там маленькие, они там везде закопаны, и мне кажется, что величие книги даже может быть из этого складывается, вот как из тех маленьких фарфоровых мальчиков, не нужно искать сверх книгу, да, нужно вот оценить секретики. мы этим в 90-х в Болгарии не занимались, вот у нас был уже этот дикий капитализм, окей, у вас тоже, но нет, мы этим занимались, но да, на самом деле мне хороший друг рассказывал, если он смотрит это видео, Хлеменс, привет, он мне рассказывал, что Мария Степанова, она была преподавателем в Берлине в Гумбулском университете, и она произвела на всех студентов такое впечатление очень глубокого эрудированного писателя и человека, и это она тоже передает через книжку. Очень интересно, как это вообще я так, если я прогугливала бы все, что я не знала, все факты, все писатели, все художники, которых я не знала в книжке, это очень большая работа, которая была сделана, но это очень с ее стороны, это идет очень плавно, очень легко, все, она как будто она из этого своего клада большого это все раскапливает, раскапливает, но это у нее все есть, она же там работала годами, чтобы все это свой hidden treasure там накопить, и она нам это все показывает. Ну и, естественно, классическое, кому нужно почитать эту книгу, кому бы ты посоветовала? Я посоветовала бы родным, к счастью, книжка тоже переведена на болгарском языке, так все друзья и подруги, которые смотрят, можно прочитать на болгарском, всем советую, и наверное всем, я не знаю, может быть, даже для некоторых друзей, подруг, это может быть, во-первых, будет сложновато, может быть, даже не сначала до конца успеешь, но мне кажется, это очень-очень важно, и тот самый, да, ради фарфорового мальчика нужно, нужно попробовать. да, мне очень хочется надеть белое пальто сейчас, в общем, это любимое какое-то выражение за последнее, не знаю почему, и хочется сказать, что мы живем в удивительное время, не всегда вообще люди во все времена могли читать великих писателей прям вот параллельно с тем, как эти книги выходили, а мы можем, поэтому вы можете сейчас пойти и приобрести книгу Марии Степановой и прочитать ее, а она, возможно, вашими внуками будет проходиться в школе как великая российская писательница, это, конечно, раз, а во-вторых, мне кажется, даже если кто-то не будет искать, опять-таки, как я говорила, откровений о 20 веке, хотя они там есть в том числе, о семейных историях, о памяти, о том, как устроена память, и можно просто почитать ради великолепного, шикарного, вкуснейшего, ярчайшего русского языка, это было такое наслаждение, вообще, оргазмическое просто, что я не знаю, как, я понимаю, что, может быть, для некоторых это будет слишком, ну, что-то на грани выпендрежи, для меня это совершенно без претензий сделано, это уважение к языку, умение им пользоваться, и просто искусная работа лингвистическая, поэтому вот от меня тоже шапо. Более того, это уважение к языку, уважение к истории искусств, уважение к литературе, уважение, вообще, это все очень, очень четко, очень, это роскошно, просто роскошно сделано, да, я тоже рекомендую всем, и всем, тоже всем, которые не являются носителями русского языка, вам особенности. Это да, да, но, тем не менее, вот, я знаю, 20 стран, я знаю, 20 стран закупили уже права на издание книжки, в 11 она уже переведена, поэтому, я думаю, что это будет очень триумфальное шествие вообще по миру, экономист уже взял интервью у Степановой, и там, я думаю, скоро вообще многие в очередь выстроятся, поэтому, всем в магазины. Ну что, классно, классно помнить, классно уважать, классно чтить, классно знать, и классно любить. И важно вспоминать, да. и вспоминать, так что, память и память и романс. Здесь будет какая-нибудь красивая музыка. Я наложусь. Рекомендую всем. субтитры, ваше, ваше. И, ваше. Субтитры создавал DimaTorzok